нашего урока сегодня у нас урок именно ем шини в понедельник неделя пасхальная уже через несколько дней у нас начинается праздник пейсах по существу вот я смотрю на календарь у нас сегодня 12 nissana завтра вечером у нас 13 nissana мы начинаем то что но включение так всякий раз у нас есть проблемы с интернетом особенно сейчас я надеюсь что мы подключились к интернету и поэтому я немножечко тяну время с тем чтобы мы убедились что мы действительно сети и так сегодня у нас 12 nissana завтра вечером у нас поиск квасного по существу завтра вечером мы должны избавиться от всего квасного что есть у нас в доме собрать все с тем чтобы уже на следующее утро утром 14 nissana избавиться это от этого квасного и сделать наш дом кошерным для праздника пресса праздник песок у нас начинается 8 числа вечером серпесах ну праздник прессах он очень важный праздник по существу он первый праздник в цикле в годичном цикле праздников он первый праздник он по существу день нашего рождения рождения как народа исхода из египта и прочее 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 праздник этот непростой я имею ввиду в плане исполнения очень много есть всевозможных правил законов и и нужно к нему готовиться и даже в израиле конечно же это легче чем в галуте но все равно нужно очень пристально и внимательно следить за тем чтобы ничего не пропустить чтобы у тебя все было готово и чтобы все начиная от мыла которым ты можешься зубная паста который чистить зубы но и все прочее было к шерле пейсах годилась для пейсаха я уже не говорю о том что в дне израиля это сделать очень тяжело но вот кто хочет он заранее это делает старается и таким образом исполняет праздник кошерным способом если бы меня спросили какое ну основное правило для пейсаха вот что самое важное для пейсаха без чего вообще нельзя себе представить этого пейса этого праздника ну я бы не долго думая ответил что скорее всего это запрет на квасной то есть понятно что маца пресный хлеб или хлеб на она они это значит хлеб нашей бедности а можно так перевести так он называется пасхальная годе так она маца называется пасхальная годе становится ну как бы главным во главе угла то есть маца не квасное в основе это хамец да а пресное это у нас маца ну вот кто не знает теперь будут знать значит квасное это хамец они квасное это маца так вот весь праздник пейсах у нас хамец запрещен вот появились первые люди какие-то если будет не слышно или не видно вы мне как-то сообщить доброго но уже добрый день на самом деле итак тема на которую я сегодня хочу поговорить я хочу обсудить с вами вот это главное установление праздника почему именно запрет на квасное становится ну таким центром этого праздника со самой характерной и особенностью именно запрет на квасное если вы начнете интересоваться вокруг да около то конечно же вам скажут я чем дело ссылка и квасное не квасное вот мы замесили тесто да и и если тесто быстренько не дать ему закиснуть да то есть меньше 18 минут и из него что-то изготовить испечь то тогда вот этой закваски там не будет то есть он не начнет ну я не знаю вот этот процесс брожения в этом тесте он не будет он остановится не будет до есть до 18 минут нет процесса брожения после 18 минут видимо начинается в этом сути изготовления мацы очень внимательно с момента закваса с момента того что мы изготовили тесто до момента выпечки не больше 18 минут должно пройти тогда это маца если больше 18 это ханец значит если вы спросите почему же так почему мы должны есть именно не квасное вам скажут потому что мы поспешно выходили из египта очень спешили и так спешили что вот тесто у нас не заквасилось откуда это берется я вот даже заложил себе всегда очень хорошо обращаться к тексту это у нас написано в книге дворим в пятой книге глава 16 тэдзайн и пасук 3 3 стих сказано вот что не ешьте квасного семь дней до да ешьте мацу вот этот самый хлеб они хлеб бедности и вот причина ки бэхипазон яцата ме эрэц митсраем потому что в спешке вышел ты из земли египетской лиман тискор и тьемцы и тха ме эрэц митсраем и поэтому вот это вот именно запрет на квасное будет тебе напоминанием о том что вот мы вышли из земли египетской то есть главная причина здесь названа спешка спешка поспешность с которым мы выходили поспешно и значит но многие думают а не успели вот бы было вот только в завить тесто замесили только-только хотели все ребята пошли и мы побежали и не успели в это тесто не захватилась и не знаю как мы бежали бежали быстрее чем за 18 минут убежали оттуда ну непонятно вот здесь четко ясно потому что поспешно вышли мы из ну вот тогда поспешно вышли может быть ничего не подготовили может что-то подготовили это неважно на самом деле если вы возьмете книжку хорошую книжку называется практика иудаизма рава лау очень хорошая книга вообще рекомендуется всем кто начинает свое вхождение в иудаизм знакомство с иудаизмом очень подробно рассматривает и очень четко рассматривает все стороны практического иудаизма раф лау написано очень понятно так вот раф лау считает что вот этот запрет кваснова он преследует с собой ну как бы вот явные две цели то есть первое чтобы мы помнили что мы поспешно вышли из египта и вот как раз основывается на этом стихе из книга дворим и второе чтобы мы помнили что наши праотцы так сильно верили во всевышнего так велика была их вера что они даже не позаботились о том чтобы собрать какие-то продукты с собой они были уверены что всевышний им даст пищу то есть вот это вот вера в то что всевышний им даст пищу и не нужно заботиться вот сказали уйти и уходи и ничего не бери всевышний тебе за тебя побеспокоиться если же он тебя вытащил отсюда он тебе побеспокоиться вот два момента раф лау отмечает значит поспешность и чрезвычайно высокая вера в творца но дело в том что когда мы посмотрим книги шмот глава бо бо вот когда бо пошли это там как раз вот книга бо это вот последние казни и и самое важное там там дается первая заповедь заповедь освещения месяца там впервые упоминается о празднике песах то есть о празднике песах упоминается еще до десятой казни то есть именно когда нам было велено освещать месяцы и первый месяц у нас должен быть месяц нисан и после этого будет сказано что мы должны десятого нисана каждая семья взять овечку и привязать ее во дворе вот тогда вот шаббат агадоль такая великая суббота как раз перед песахом вот тогда как раз и впервые упомянуто что вот у вас будет праздник песах он будет длиться семь дней и все семь дней вам запрещено употреблять квасной запрещено и вы должны будете есть мацу то есть об этом было сказано заранее значит получается что ну минимум вы ведь этого ягненочка взяли минимум за пять дней минимум за пять дней мы знали уже что мы выйдем мы выйдем что через пять дней там сказано было что вот вы возьмете ягненочка вы его должны будете принести в жертву кровью помазать косяки и так далее и так далее то есть нам этом загодя сказали мы мы знали что мы выходим и мы знали число когда мы выходим и по существу с одной стороны скажем об их эпазон в спешке другой стороны мы знали когда мы выйдем из египта и число знали и время знали как же совместить одно с другим если мы знали если мы готовились тем более что известно ведь что египтяне нам дали огромное количество добра с собой мы это добро взяли моего это запаковали до чтобы унести я думаю что если мы собирались уходить и ну даже если сказано как мужем минимум на три дня пути чтобы принести в жертву все равно ведь мы должны были запастись какой-то едой мы же уходили в пустыню и какую-то еду мы должны были взять собой ну и тем более приготовить хлеб поэтому есть некое противоречие получается что указание на запрет квасного возникает загодя задолго до того как мы вышли из египта и значит то что мы едим мацу не связано с тем что мы не успели изготовить квасной хлеб не успели чтобы тесто наше заквасилось дело не в этом дело видимо в чем-то другом и вот в этом не захотелось разобраться почему почему пасхальная неделя запрещает нам прикасаться к в основу вообще не видеть этого квасного все что квасное для нас как прах земной мы то есть кто-то думает я вот возьму там на свою бутылку виски спрячу я его не вижу и потом пройдет песок я выпью ее или водочки нет если ты это не продал если это у тебя во владениях осталось твое квасное она считается как прах земной можешь просто взять и выбрать землю же мы не едим но может кто-то едит землю но так нормальные люди землю не едят а вот значит запрет на квасное он был нам сказан заранее и в этом есть какой-то видимо очень важный смысл вот давайте попробуем в этом разобраться всегда когда ты хочешь найти какой-то скрытый смысл в тексте понять суть чего-то конечно же ты должен попытаться найти такие комментарии которые связаны с скобалой книгой зор как правило книга зор это расширенные шашины комментарий на на тару про существу потому что там идет понедельным главам так вот я нашел в одном из комментариев книги зор на главу т.ц.в там есть упоминание о том что квасное камец камец квасное она символизирует другую сторону в ковле есть такое понятие ситра хара другая сторона другая сторона и вот это вот другая сторона темная сторона или тот что мы называем ритуальная нечистота ту а вот она всегда характеризуется тем что мы называем хамец закваской это еще символизирует наш эгоизм и в противовес этому противовес закваски темной стороне тум и есть понятие к душа светлая сторона святость вот она как раз связана у нас с тем что называется маца поэтому книга зор четко и ясно нам говорит что вот две стороны мира темные и светлые они связаны с одной стороны темные связано с закваской светлая связана с и отсутствием закваски то есть с мацо и поскольку закваска связана с нашим эго с нашим эгоизмом амоца светлая к душа связано с нашим альтуизмом то видимо а для того чтобы мы могли выйти из Египта, мы должны были отстраниться от темной стороны и приблизиться к светлой стороне. Понятно, что мы из Египта были выведены. То есть, мы не сами вышли из Египта, мы оттуда были выведены. Но, чтобы всевышний нас оттуда вывел, книга Зоар, вот этой главе ТЦВ, четко и ясно акцентирует на том, что мы должны постараться отодвинуть от себя темную сторону мира, наш эгоизм, в том, чтобы не потреблять это. Потому что, на самом деле, очень важно, что выходит, что вовнутрь входит к нам, понимаете. Не зря наши мадресы говорили, что наш стол и то, что мы едим, это и есть то, что нас искупает в этой жизни от наших грехов в отсутствии жертвенника. Потому что, когда был жертвенник, когда был храм, и мы приносили жертвы в храме, жертвы нас искупали. Но храма нет, и поэтому вот замена этого жертвенника это наш стол. Поэтому к пище очень-очень высокие требования. Ну, в частности, к кошерности пищи, к приготовлению пищи, и даже в том, как мы едим, благословения, которые мы говорим до еды и после еды, слова Тары, которые должны звучать за обеденным столом, чтобы это не было жертвоприношением язычников. Обязательно слова Тары должны звучать. И поэтому еда играет огромную роль в нашей жизни. Не только в физическом смысле, но и в духовном смысле. Вот. И поэтому отсутствие Квасного, как отодвигание темной стороны нашей жизни или нашего эго, наполняет нас тем, что называется, к душа, светом, и помогает Всевышнему, видимо, вывести нас из Египта. Ну, это вот мне понятно. И поэтому Тара нам запрещает прикасаться к Квасному, потому что, на самом деле, выход из Египта длился ведь неделю, да? Это же не в первый день мы вышли. По существу, выход из Египта заканчивается тем, что море расступается, и мы проходим вот это вот поебаша, по суше между двух этих водяных стен. Вот в этот момент заканчивается исход. То есть исход длится 7 дней. И поэтому вот все эти 7 дней темная сторона мира должна быть от нас немножечко в виде нашей еды. Отдалена. Я уже не говорю о наших мыслях, это уже другое дело. Ну, хотя бы нашей еды. Отдалена. То вот такое объяснение из книги «Зор» мне более-менее понятно, оно внятно, и, естественно, не связано там со спешкой или не со спешкой. Дело 10. Хорошее объяснение. Но вот недавно, совсем недавно, я нашел новое объяснение, которое мне очень понравилось. Очень понравилось. И я хочу с вами поделиться вот своей этой находкой, открытием. Я нашел его случайно. Вот когда мы читали главу ЦАФ, ЦАФ, это вот две недели там назад была глава ЦАФ, и там я нашел очень интересный комментарий Абрабанеля. Абрабанель был великий комментатор, он жил во времена нашего изгнания из Испании. Более того, он был очень значительным человеком, он был министром финансов, очень богатым человеком в то время. И он очень старался, чтобы этот процесс не был, чтобы нас не изгнали из Испании, но вот все-таки и знали. Его судьба не очень простая, после этого тяжело сложилась его судьба, его жизнь, но вместе с тем он оставил нам замечательные комментарии на Тару, на Пятикнижие. И вот один из комментариев, который я вот прочитал, главе ЦАФ, там комментарий вот к чему. Там рассказывается о жертвоприношениях. И сказано так, что есть так называемые хлебные жертвы. То есть хлебные жертвы приносятся на жертвенник вместе с мясными жертвами. Кровь возливается, мясные и хлебные жертвы приносятся на жертвенный огонь. Так вот сказано, что на жертвенник по существу принципиально не возносят квасной хлеб, не возносят, только мацунг, только мацунг. И вот есть только несколько случаев, то есть есть некие исключения из этого общего правила, когда, да, возносят квасной хлеб. Два из них, вот сейчас я вам назову, это точно. Это, во-первых, когда человек приносит благодарственную жертву, жертва то да, благодарственная жертва, тогда вместе с ней возносится и квасной хлеб, и возносится квасной хлеб еще в праздник Шавот. Когда мы получали Тару, Гарисина, и вот это праздник Шавот, следующий праздник, и вот тогда возносили на жертвенник два хлеба, два хлеба квасных. Вот по существу два случая, когда приносится благодарственная жертва и когда приносится жертва в честь праздника Шавот. Два хлеба. И вот он разбирает благодарственную жертву, как, каким образом, что, и там указывается вот что, то, что вместе с благодарственной жертвой, вот этим мясом, там, овцы или прочего, возносится три вида, нет, там, два вида хлеба возносятся. То есть, возносится с одной стороны маца, с другой стороны квасной хлеб. И тот, и другой хлеб возносится. Причем, мацы возносятся три разных вида, там, лепешки, куски, просто тесто, политое маслом. И, вот, три вида мацы разных, и один вид квасного хлеба. возносится вместе с жертвой то да, благодарственной. И дальше, вот что говорится. За что мы приносим благодарственную жертву? За то, что случилось некое чудо с нами, и мы сумели выжить, при том, при всем, что нам что-то угрожало, какая-то опасность была, и мы ее преодолели. И там даже перечисляется, вот когда человек, допустим, вернулся благополучно из плавания за моря, за океаны, тогда возносится эта жертва. Когда человек пересекает пустыню безжизненную, когда человек выходит из заключения, то есть, когда его либо спасают из плена, или он выходит из заключения, он приносит эту жертву, и когда он выздоравливает, то есть, вот заболел, была тяжелая болезнь, была опасность вообще умереть, и он выздоравливает. И вот есть вот эти вот несколько случаев, когда человек обязан приносить вот эти вот благодарственные жертвы. И он говорит, почему вот эти вот три вида мацы приносятся? Три вида мацы. И объясняет это очень интересно. Он говорит так, что когда человек попадает в какую-то беду, ну, например, в шторм, или в пустыне начинает быть что-то неприятное, всегда что-то неприятное все-таки пустыня, или вот попал в заключение, в плен и не знает, может, тебя там казнят. Или начинаешь болеть, может быть, умрешь. Ты же не знаешь, как это все будет разворачиваться. То вначале, когда это случается с человеком, в первую минуту, или первое время, как правило, вот это вот смущение сердца, как он говорит, приводит человека к жуткому расстройству. Человек расстраивается, человек становится плохо. и, естественно, ну, я не знаю, человек начинает роптать или ругать кого-то. Ну, а кого ругать-то? Себя-то не хочется, других, ну, можно поругать. И он начинает, как бы, вот, взывать к Богу и чуть ли не обвинять его, почему же он его привел в такое состояние, почему он его довел до этой опасности. И что вот эти вот три вида мацы на самом-то деле приносятся в жертву, потому что человек грешит. Когда у него начинается смятение сердца, он начинает, ну, не ругать, но как-то так вот негативно высказываться по поводу Всевышнего, да, когда он забывает, что все-таки нужно уповать на спасение Всевышнего, да, когда он себя не может сдержать от этого эмоционального всплеска, который, несомненно, бывает, когда с человеком случаются вот такие вот несчастья, вот эти вот три вида мацы приносятся как раз вот за эти грехи, вот за эти три греха. А зачем же приносится тогда квасное? А квасное, говорит он, приносится вот почему. Когда человек чуть-чуть успокаивается, проходит какое-то время, эмоциональная буря чуть успокоилась, и он все-таки начинает возносить молитву Всевышнему, все-таки он начинает уповать на Всевышнего, потому что больше не на кого уповать. И он начинает верить, что Всевышний его спасет. И вот когда это спасение происходит, вот это связано как раз с квасным. Когда он начинает терпеть, когда он начинает сдерживать себя и свои эмоции, вот это, как говорит Абарбанель, связано с принесением квасных хлебов. Значит, получается, что поспешность, эмоциональность, взнервленность, она связана как раз с мацой. А терпеливость, вдумчивость, осмысление процесса процесса связана с тем, что мы называем квасной, хамет. Вот это говорит Абарбанель. Ну, естественно, когда я это прочел, то мне захотелось это каким-то образом совместить с праздником Песах. Вдруг мацо, это вот нетерпеливость какая-то, да, я вспомнил, да, мы Бехипазон, сказано, мы с нетерпением выскочили из Египта, какая-то нетерпеливость, и вот с этим связана мацо, мацо, да, но почему запрет тогда на хамет, почему запрет на квасное? Ну, если квасное связано с тем, что я все-таки стал терпеть, я все-таки стал молиться, я все-таки стал надеяться, и получилось, и вот это как раз и связано с классным, и почему что-то его нельзя. И в своих комментариях Абарбанель, он приводит два очень интересных примера. Первый пример он приводит из книги Мишлей, Мишлей это притча царя Соломона, вот кто захочет посмотреть, пожалуйста, посмотрите, это притча царя Соломона, глава 17, посолк 19, и там сказано следующее, кто любит грех, любит раздор, о геф пеша, на еврите, о геф пеша, о геф маца, и там слово раздор это маца, я когда это увидел, конечно же, я тут же полез во все толковые словари, и стал искать, что означает слово маца, и действительно, в толковом словаре Танаха, есть такой толковый словарь языка Танаха, сказано, что маца действительно имеет несколько смыслов, с одной стороны, это быстро испеченный хлеб, вот это то, что мы привычно называем мацой, с другой стороны, это раздор, который может привести к кулачному бою, там так написано, то есть, когда люди начинают сердиться, злиться, вплоть до того, что начинают заниматься рукоприкладством, это тоже называется маца, вот этот первый пример приводит Абраманель, что маца это раздор, склока означает, и второй он приводит пример из трактата Сангедрин, из трактата Сангедрин, 35 лист, 35а, там есть такое, в Сангедрине написано следующее, что, я недословно, я своими словами это передаю, что счастлив или хорош тот судья, который с терпением или с повышенным терпением не спешит вынести приговор, не спешит, счастлив тот судья, который не спешит вынести свой приговор, и вот это слово не спешит связано со словом хамец, лохамец это мишпат, то есть он немножко затягивает этот суд, затягивает с тем, чтобы не было, не дай бог, поспешного решения, и чтобы он не вынес плохого приговора, получается, что хамец это неспешность, неторопливость, вот эти вот два понятия, которые для меня раскрыл Абербанель, с одной стороны маца как раздор, с другой стороны хамец как отсутствие торопливости, меня приводит вот к какому мнению, мы поспешно, поспешно выходим из Египта, с поспешностью, а почему с поспешностью, почему, если мы знали, когда мы выйдем из Египта, точное время было обозначено, и вдруг мы вот спешим, знаете, если мы будем прослеживать всю эту сорокалетнюю историю нашего путешествия, вы не раз увидите, что это поколение, которое вышло из Египта, оно много раз собиралось обратно вернуться, вы знаете, мы в Египте просидели всего лишь 210 лет, хотя должны были просидеть гораздо дольше, и за это время мы умудрились спуститься на минус 49 отметку нечистоты, мы уже были в одном шаге от того, чтобы изменить полностью свою природу, 50 шаг вниз, и мы меняем свою природу, я думаю, что Всевышний действительно увидел, что мы пришли к концу, к концу, к концу, и нужно было нас вытаскивать, ну что еще чуть-чуть, и мы бы уже навсегда остались в Египте, более того, ведь только одна пятая часть вышла, а четыре пятых остались в Египте, это же известный факт, да, поэтому если бы мы не убежали, я думаю, что мы бы тогда просто остались, мы бы не ушли, мы на самом деле не очень хотели уходить из Египта, и вот эта вот поспешность была не потому, что нас прогоняли, как сказано, мы не могли лед'dхеа, как здесь сказано, очень интересный момент, что мидьяге, то есть мы не могли задержаться, мы не могли задержаться, не имели права задержаться, почему? Потому что если бы мы вот чуть-чуть-чуть задержались, мы бы остались, просто бы остались бы и не ушли, да, И поэтому мы убегали не потому, что нас прогнали, мы, скорее всего, убегали от самих себя, чтобы действительно выйти оттуда, чтобы не остаться. Таким образом, можно сказать так, что нас вытащил Всевышний, ну, в основном, даже помимо нашей воли. То есть, мы собственную волю не должны были проявлять. Когда мы говорим хамец, хамец, хамец – эмоциональность, раздор. Раздоры всегда связаны с эмоциями, с применением эмоций. Когда мы включаем разум, то раздоры прекращаются. Когда человек начинает думать, он понимает, что раздор не имеет никакого смысла. Всякие раздоры, склоки, споры, они связаны, конечно, с эмоциональной жизнью. И на самом-то деле, вот этот вот маца, который связан с раздором, с эмоциональным нашим существованием, свидетельствует о следующем. Что мы не включали своего сознания. Потому что, чтобы включить сознание, нужно создать процесс, нужно время, нужно неторопливость. Нужно не торопиться, тогда сознание будет включено. Так вот, для того, чтобы Всевышний нас вытащил, мы должны были отключить свое сознание. Вот хамец как раз и означает для меня отключение сознания. Есть только эмоция. Но поскольку Всевышний явился, то эмоция была направлена, естественно, в эту сторону. Поскольку мы свидетельствовали о том, что вот есть проявление божественное в мире. И это эмоционально нас захлёстывало. И поэтому он нас мог вытащить. Когда же мы приходим к горе Синай, когда мы должны будем второй раз принести квасные хлеба, то мы должны вполне сознательно взять на себя Тару. Мы должны сознательно сказать «сделаем и поймём». На «севе нишма» «сделаем и поймём». Это должен был быть сознательный акт. А чтобы включить сознание, должен быть процесс. А чтобы был процесс, должен был быть квасной. Как тот судья, да? Который не торопится вынести своё решение. И тут мы должны не торопиться, мы должны сознательно сказать «да, мы возьмём». Исходя из этого, запрет на квасное связан с тем, что мы свои размышления, свои мысли, свои доводы должны были отключить на эту неделю. Маца, которая характеризуется раздором, эмоциями, свидетельствует об отсутствии размышлений. И тогда бы мы позволили Всевышнему нас вытащить. Иначе бы мы все остались в Египте. Все пять частей. То есть, хоть одна пятая вышла, а четыре пятых всё-таки не смогли перейти на Мацу, с Хамца на Мацу, не могли. Если бы они перешли, если бы четыре пятые перешли тоже на Мацу, он бы всех вытащил бы отсюда. Но поскольку они были в сознании, они размышляли, они ели квасное, и они не захотели. Они приняли своё решение. Своё, своё. Одна пятая часть, которая всё-таки перешла на Мацу, и Бэхипазон, то есть, быстренько, быстренько убежала, она в эмоциональном состоянии не принимала своего решения, и она позволила Всевышнему, это одна пятая часть, вывести людей из Египта. Но когда мы уже пришли через 50 дней к горе Синай, нужно было включать процесс мышления, неторопливости и принимать решение сознательно. Вот к каким выводам я пришёл, размышляя над комментарием о Барбанеле. Маца как склока раздор, квасное как процесс, неторопливость, размышления, сознательное принятие решений. В эту неделю мы не должны заниматься тем, чтобы сознательно что-то решать и принимать. Мы должны отдаться на волю Всевышнего, Всевышний нас выдаст. Когда Всевышний к нам приближается, на самом деле логика перестаёт нам подчиняться. Понимаете, вера, она антипод разуму. Когда вера включается, разум по существу не нужен. Когда есть разум, не нужна вера. Так вот, когда мы приближаемся к Всевышнему, а это был тот самый период исхода из Египта, разум нужно было отключить. Только одна вера. И вместе с тем у горы Синаи, казалось бы, он так близко к нам, но там разум был необходим, чтобы сказать, сделаем и поймём. То есть, примем это. Вот это я вам хотел рассказать. Сейчас я посмотрю, может быть, какие-то вопросы есть. Так. Ещё. Так, так. Им надо сделать, им надо сделать, как вам. надо, а не вам. Это я не понял. Так. 50 шагов – это уже всё. Ну да, мы говорим, что есть 50 ступенек вверх, 50 ступенек вниз. И когда спускаешься ниже 50 ступени, то происходит изменение сущности, и уже другой, уже ты не возвращаешься. Поэтому, когда мы отпустились на минус 49 ступеньку, это был последний, так сказать, уровень нашего опускания. Дальше мы бы изменились, и наша сущность была бы другой, и это были бы уже не мы, это был бы кто-то другой. И поэтому вытаскивать было бы уже некого, так скажем. Так же, как и на 50-й день, мы же ровно 50 дней шли к горе Сина, и вот на 50-й день мы как раз и поднялись. Вот каждый день одна ступенька, и мы как раз поднялись к тому, чтобы получить там. Я вам желаю всего хорошего, ну, главное – здоровья, конечно, терпения, использовать вот это время сейчас для того, чтобы учиться, читать, думать, и с наступающим праздником, чтобы у вас был праздник кошерный, чтобы все-таки Всевышним, надо помочь Всевышнему нас вытащить из Египта, чтобы все прочитали Пасхальную Агоду, переполнились этим текстом, и обратили внимание, что каждый в своем поколении должен видеть себя вышедшим из Египта. Я выхожу из Египта, здесь и сейчас я выхожу из Египта. Это очень важно. Это очень важно. Всего хорошего. Так имеется в виду 50-й уровень. Уже приговор. Да, оттуда Творец не поднимает, потому что там поднимать нечего, там уже что-то другое, уже нельзя. Ну, как бы вот умер, умер. Уже только, когда будет воскрешение мертвых, тогда, может быть, он и поднимет. А так уже все, умер. Все. Всего хорошего. До свидания. Ну, с наступающим праздником. Субтитры создавал DimaTorzok